Привет, это Евгений Горобченко. В этом видео я хочу поделиться с вами своей рецензией, своим мнением после прочтения книги Нейла Фёре, которая называется «Лёгкий способ перестать подкладывать дела на потом». Сразу хочу сказать, что эта книга на самом деле заслуживает внимания, потому что Нейл Фёре – это психолог более чем 30-летним стажем, который помог многим тысячам и тысячам людей во всём мире расстаться с привычкой откладывать дела на потом, прокрастинировать. Потому что это очень распространённая проблема. От 15 до 25% во всём мире сталкиваются с тем, что они откладывают на потом те дела, которые запланировали. Главная мысль этой книги, главная идея – действовать безотлагательно. Не откладывать на завтра, на потом, на Новый год, на понедельник. Не откладывать долгий ящик, а незамедлительно приступать к тем делам, которые вы запланировали. И автор делится в этой книге несколькими методами. Один из методов заключается в том, что вам нужно перестать корить себя, перестать расстраиваться по поводу того, что у вас может что-то пойти не так, что-то не получится. То есть он рекомендует признать право на ошибку. То, что каждый из нас способен совершить ошибку в той деятельности, которую он делает. Если вы идёте переговоры и что-то не так сказали, или можете сказать, вам не стоит расстраиваться, потому что это часть опыта. Вы таким образом учитесь. И Нейл Фёрер рекомендует под другим углом посмотреть на проблему перфекционизма, желание всё сделать идеально. Он говорит, что нужно с позитивным настроем подходить к тому делу, которым вы занимаетесь, и не корить себя за возможные ошибки. Также автор рекомендует изменить своё видение, свою парадигму перед тем делом, которое вы откладываете с настроя «я должен» на другой настрой «я сам этого захотел». То есть это поможет вам изменить свой подход и по-другому посмотреть на то дело, которое вы бесконечно откладываете. Он также рекомендует перестать отвлекаться. Это тоже одна из причин, почему люди откладывают дела на потом. Они отвлекаются на какие-то посторонние факторы, предметы. Например, вы зашли в интернет с конкретной целью, ну скажем, найти рецепт торта, вот вы хотите приготовить на полё. И вы заходите на сайт, вроде как нашли этот рецепт, тут какой-то баннер интересный, вы нажали на этот баннер и пошли-пошли по ссылкам гулять. Или кто-то вам в скайпе что-то прислал, вы ответили, завязывается диалог. То есть это тоже одна из форм прокрастинации, когда вы откладываете исключительно по той причине, что вас кто-то отвлекает. Важно научиться фокусироваться на той деятельности, которую вы сейчас ведёте, которую вы сейчас делаете. Также рекомендуют правильно отдыхать, чередовать работу и отдых. У вас должен быть полноценный отдых, это залог продуктивной деятельности. Если вы, ну скажем, трудоголик, вы слишком много работаете, то это тоже может привести к прокрастинации на следующий день, когда у вас не возникнет желания продолжать делать то, что вы хотите. Ну скажем, решили вы накачать большие мышцы, вы приходите в тренажёрный зал, берёте штангу и поднимаете её много раз подряд. Там, скажем, три часа вы занимаетесь, а на следующий день вы руки не можете поднять. Это тоже не совсем хорошо, и на следующий день вы не пойдёте в тренажёрный зал. То есть важно правильно отдыхать. Есть ещё парочка замечательных техник, которую автор Нейл Фёре включил в эту книгу. Значит, техника антирасписания. Это когда вы недельный свой график работы и отдыха, вы фиксируете такие рабочие периоды. То есть когда вы работаете, когда отдыхаете. Котлеты отдельно, мухи отдельно. И это тоже очень важно, потому что вот как в школе мы учились, 45 минут мы работаем, 15 минут отдыхаем. Это наиболее правильное распределение своего рабочего времени. Потому что если вы будете 6 часов сидеть возле компьютера, у вас уже сильно упадёт ваша продуктивность. И вторая техника, о которой я хочу рассказать, это реверсивный календарь. Тоже очень замечательный, который Нейл Фёре, который писал в своей книге. Когда вы разбиваете большие свои проекты, большие задачи на более мелкие подзадачи. И это позволит вам быстрее и легче справиться с работой, с большим таким проектом. Скажем, метафорично. Вы решили съесть слона. Но вы не знаете, с какой стороны к нему подойти и с чего начинать его есть. Нужно поэтапно его кушать. Сейчас вы съели хобот, потом бивень, потом хвост, ещё что-то. И также большие задачи. Если вы мечтаете заработать, или лучше не мечтаете, а поставили цель заработать 100 тысяч долларов на квартиру или на дом. Вам нужно разбить эту цель на мелкие подзадачи. В общем, почитайте в этой книге очень много чего полезного. Когда вы прочитаете эту книгу, и, кстати, не только прочитаете, но и будете активно применять эти рекомендации, которые даёт Нейл Фьоры. Это позволит вам встроить привычку продуктивной деятельности. Когда вы будете незамедлительно приступать к той работе, которую вы запланировали. В этом вам также поможет правило 15 минут. Когда вы говорите себе, что я всего лишь 15 минут буду делать то, что я запланировал. Это позволит вам преодолеть первоначальный барьер входа в рабочее состояние. Вы войдёте в состояние потока. И тогда гораздо проще, гораздо легче закончить работу. Ну, скажем, например, вы решили помыть посуду. Но вы всё никак не можете себя заставить. Вы говорите себе, что я буду мыть её только лишь 5 минут. И 5 минут, когда вы уже втянулись в этот процесс, вода течёт, руки мокрые, с большой вероятностью вы закончите эту работу грязную, чем прекратите. И когда человек откладывает, это признак потери мотивации. Потому что если у вас не совсем большое желание выполнять ту работу, которую вы запланировали, это говорит о том, что вам она неприятна, у вас нет никакого стимула её выполнять. Поэтому лучше всего делегировать работу кому-то другому. Но если вам очень нужно какую-то работу сделать, и вы не можете никому делегировать, то нужно самому приступать к этой работе. А поможет вам в этом техники, которые Нейл Фьорре описал в своей книге «Лёгкий способ перестать откладывать дела на потом». Вы можете её скачать в интернете, она доступна в электронном виде. Но всё же я рекомендую купить бумажную копию, потому что автор вложил свои силы, своё время. И нужно, чтобы энергия денег возвращалась к автору. То есть, если вы заплатите за неё деньги, вы с большой вероятностью не просто прочитаете, а будете читать внимательно с карандашом в руках, подчёркивать важные моменты, и будете выполнять те упражнения, которые рекомендует Нейл Фьорре. Я тоже рекомендую эту книгу прочитать. Это видео, эту рецензию для вас записал Евгений Горобченко. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!